здравствуйте дорогие друзья с вами телепередача ландшафт уз и мы искренне спешим поздравить вас с начала весны ведь все мы с вами знаем что в узбекистане это потрясающе красивая пора и мы объявляем старт весеннему сезону ну пока я буду ухаживать за нашими красивыми растениями вам предлагаем посмотреть что же вас сегодня ждет в нашем выпуске какой же узбекский дом без плова а у меня плов получился посмотрите из суккулентов многие люди удаляют его мы делали то же самое когда были значит вы за цену 1 орхидеи купили 3 а теперь каждую вы минимум продаете по 100 тысяч глава государства президент республики узбекистан шавкат мерзиёев отметил что в стране растет загрязненность атмосферного воздуха различными химическими веществами и тяжелыми металлами проект яшил макон был создан по инициативе президента и была цель высадить около 200 миллионов ежегодно кустарников и деревьев и увеличить зеленые зоны от нынешних 8 процентов до 30 в дашкентской области стартовал весенний сезон общенационального проекта зеленое пространство на данный момент в парке новый узбекистан города норовшан проходит акция по посадке саженцев на 24 гектарах земли в этой акции более 2000 участников среди которых работники и руководители республиканских и областных организаций и предприятий районы активисты депутаты и молодежь посадят более тысячи саженцев декоративных и плодовых деревьев посадка пустынных растений на высохшем дне аральского моря дает свои результаты на дне высохшего аральского моря руками человека создается целый пустынный пейзаж посаженные в землю с помощью самолетов и различных методов семена и саженцы подросли и уже обрели способность предотвращать поднятие ветром воздух песчаных и соляных масс достигается снижение негативного воздействия на окружающую среду проблемы орала все усилия по достижению экологической устойчивости начинают приносить результаты никогда не бойтесь избавляться от старого и начинать новое конечно же мы всегда руководствуемся привычками и страхом что наши предыдущие труды были напрасны но это абсолютно не так наш опыт всегда останется с нами а мы должны создавать новое и идти только вперед как раз в следующей рубрике наш агроном мухаммад бабур султонов покажет это на собственном примере в этом году в условиях узбекистана можно есть малину но не ежевику так как из-за мороза вся их верхняя часть замерзла важно усвоить то что поскольку у этого двухлетнего растения имеются ветви то она не дает плодов на обмороженных ветвях вот я его сейчас режу и покажу чтобы вы могли поближе сами рассмотреть как видите он сухой теперь мы не опасаясь его обрежем если хотите можете использовать их в качестве дров либо сделайте биогумус также можете нарубить и использовать как мульчу нижняя часть растения которая осталась под снегом зеленая будет жить это признак того что корни живы а эти ветки хотя и живы но вместо урожая дадут несколько плодов и вовсе остановят развитие растения поэтому мы этим веткам не придаем значение и срезаем с высохшего места за счет этого она вновь начнет развиваться вот ветвь от которой растут новые побеги но она приносит мало плодов вот почему она нам не нужна мы можем ее удалить эта ветка под снегом тоже может дать 3-4 плода но это грозит урожаю следующего года чтобы его вырастить нужно приложить много усилий поэтому следует удалить даже самые маленькие веточки края растения следует очистить от травы и взрыхлить я не стал вам показывать как надо вскапывать после того как вы его вскопаете оно даст ростки у основания и отрастет ветви для урожая следующего года мы сейчас рассмотрели ежевику которая не переносит холода но малина очень устойчиво холоду если обратить внимание на ветки малина то при срезе видно что они зеленые что это значит это означает что растение не пострадало от холода сама малина говорят устойчиво к 30-40 градусам но своими глазами я не видел но здесь в янгиюльском районе я увидел что в машине было холодно минус 31 градус это положение в зоне болгобоева так что даже в наших условиях она выдерживает температуру более минус 30 градусов отсюда мы делаем вывод что некоторые сорта малины очень даже перспективны для узбекистана это знаменитый сорт малины из долины она очень сочная и сладкая единственный недостаток спелые плоды сложно перевозить на дальние расстояния так как они выделяют много сока пришла весна что случилось то случилось и прошло что мы теперь будем делать вот это плодоносные ветки их нужно убрать я удалю их сверху постараюсь максимально подробно ответить на присланные вопросы я получаю множество элементарных вопросов отвечу на них кратко например такой вопрос растения в порядке яблоки зеленые почему вы говорите что они замерзли хорошенько усвоите одну вещь то что почки у дерева зеленый не означает что оно зацветет иногда зацветает с большим трудом растение меньше цветет причиной тому является воздействие холода на ветки этой культуры это то на что вам нужно обратить внимание особенно это касается растений посаженных на краю поля на склонах в нижней части поля или в местах с низким забором в этих условиях они промерзают что иногда видно иногда нет особенно часто это случается в весенние морозы чем опасны заморозки их называют заморозками причина опасности заморозков в том что когда дни начинают становиться жаркими вода начинает двигаться в теле растения достигая листьев и почек это вода и замерзает за счет нее замерзает и растение к счастью холода не поразили нашу малину так что у нас есть шанс получить хороший урожаю в этом году вот один из случаев в результате заморозков это желтая малина я ее принес от зухраисаевой не знаю как называется этот сорт но если присмотреться то она начинает прорастать думаю на большой площади его не поливали не могу понять почему она рано проросла если найду причину в книгах обязательно скажу как там айтон дэр свадал мать я вот я и лакарал ген усилий дэн манагарит ванна каридин бусы или если вы присмотритесь то увидите что у нашей черной смородины появились наросты странного цвета многие могут подумать что это так и должно быть кто-то подумает что это болезнь многие люди удаляют его вы делали то же самое когда были детьми на самом деле это куколка насекомого под названием богомол внутри этой куколки может быть от 70 до 100 богомолов иногда их 30 это значит что они внутри отложили яйца в благоприятных условиях из этих куколок выйдет 30 70 100 богомолов их называют этномофагами потому что они насекомоядные насекомые они живут за счет поедания тли и трипсов и многих других насекомых мельче их самих богомолки дают потомство один раз поэтому осенью они строят такое жесткое и крепкое гнездо и откладывают яйца так они сохраняют свои личинки внутри а когда они подрастают защищают эти деревья от вредных насекомых вот почему их называют полезными насекомыми потому что они защищают этот сад теперь с ними все в порядке люди думают что они кусаются на самом деле они чувствую угрозу начинают раскачиваться в разные стороны если вы видите такой нарост не снимайте его как то чтобы личинки быстрее вышли я отнес его домой и положил в стеклянную тару боже из него вышло много личинок но все же те что выходят в естественных условиях более живучи и охраняют наш сад от вредителей хамаяк и это варили учила ахмад сабыли если у вас появилось желание создать уютный зеленый уголок в вашем доме но вы не знаете как это сделать мы готовы ответить на интересующие вас вопросы или может быть у вас есть идеи о цветоводстве садоводстве или ландшафтном дизайне тогда у вас есть отличная возможность поделиться своими знаниями с нашими телезрителями мы приглашаем квалифицированных специалистов к нам в программу в эфире рубрика мастер класс мастер-класс 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 Взрослая, посажена на кору, корни отличные, она не полита вовремя, и вот стрессное состояние цветов. Это не реанимашки, даже не оцветашки, они вот были в процессе цветения, они бы прекрасно себя чувствовали, если бы не этот стресс перевозки. Многие, я не побоюсь это сказать, считают этих орхидей одноразовыми. Почему? Потому что думают, что уход за ними очень сложный. Нет, это не так. Много раз мы сталкиваемся с такой вот темой, вот, орхидея, чтобы собралась сила, и чтобы она набрала силу, надо срезать цветонос. Нет, они такую огромную силу этому цветоносу не дают. Смотрите, столько корней. И листья, и цветонос, они себе достаточное питание, они находят, они заберут из воды, которую мы поливаем. И вот эти препараты, которые их кормили до сих пор, сила этого препарата в корнях, она хватает до 6 месяцев при наших условиях узбекистанских. Что для этого нужно? Как их можно откачать от этих гормонов? Мы замочили эти орхидеи и оставили вот так, например, на час. В обычной отстойной воде. Не надо никакую лимонную кислоту, не надо никакую янтарную кислоту. Вы представьте, вы вот месяц лечились этими препаратами, этими лекарствами, таблетками, уколами. Дальше вы поддерживаете организм правильным, здоровым питанием или дальше лекарствами? Орхидея была куплена в прошлом году, в сентябре. У нас надела невестка. Вот в день рождения внука сын подарил ей орхидею. Это дикий кот европейский. Ну, смотрю, ни у кого времени нет ухаживать за этим цветком, и она вот оказалась у меня. Конечно, он был в хорошем цвету, только вот бутоны также завяли, начали падать. Я тут быстро опылила. Вот завядшие вот такие вот были цветы. Оттуда я пыльцо вынула, и вот в такие, которые здоровые были цветки, я опылила. Вот вам результат, вот три коробки здоровых. Это вот тоже голландская орхидея, не пересажена. Я ее не пересадила. Вот как они опылились, я их вообще не трогала. Почему? Я дождусь, когда вот построят семена, и вот у меня, смотрите, раз. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вазу? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Уценка Субтитры создавал DimaTorzok 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 Поэтому прежде чем начать создавать ландшафтный дизайн Нужно опираться на определенный так называемый свод законов Который базируется на четырех направлениях Таких как архитектура, растение-водство, философия и история Поэтому дорогие друзья изучайте, развивайтесь и ищите новую полезную информацию Кто смотрел предыдущую передачу с моим участием То вы наверняка помните, как мы создавали этот флорариум В этом прекрасном сосуде, очень похожем на грушу Мы сделали маленький тропический лес в стекле После публикации возникло очень много вопросов Как так в одно место, в одном закрытом пространстве Могут ужиться влаголюбивые и суккуленты Которые не очень выносят влагу Так вот, отвечаю Наш суккулент не только выдержал соседство с влаголюбивыми цветочками Но, как видите, он дал цветонос И скоро цветочек у нас зацветет Главное не поливать, а опрыскивать Направлять струю именно на влаголюбимые растения Суккулент, то, что ему надо, он получит Хочу обратить ваше внимание еще на одну композицию Какой же узбекский дом без плова? А у меня плов получился, посмотрите Из суккулентов Просто срываем листочки, стебелечки И сажаем на рыхлый грунт Который состоит из коры сосны Из сосновой коры Из орешков Из керамзита Из мха Первый период, пока они укореняются Мы их не поливаем, а только периодически опрыскиваем Правда ведь красиво? И тоже пошел цветочек Заходим в следующую мою цветочную комнату И я хочу, чтобы вы обратили внимание на эти два фикуса Фикусы из полины Несколько лет назад я их вырастила Из маленького черенка Состоящих из двух листочков Когда мы черенкуем такие фикусы С крупными, каучуконосные Нам придется лишиться половины листьев Берем такой огромный листик Мы его должны разделить на половину Зачем? Чтобы при образовании корня Этот большой лист не забирал силы У черенка Вот вам лайфхак Бюджетный лайфхак Как создать зеленую стену у себя дома Сейчас в последнее время фитостена очень модна Эти модули, которые используются при создании фитостены В Ташкенте, к сожалению, не продаются Их надо заказывать Далеко не бюджетный вариант Плюс доставка Плюс время на доставку Уходит месяц, а то и полтора Ну и качество самой упаковки Не всегда приятное Как я создала эту цветочную зеленую стену? Основа шведская стенка Она из бука Она у нас в спортивной комнате стояла Ну уже давно без тела В связи с моим возрастом Вот И взяла несколько лотков Эти лотки тоже бюджетные В любом цветочном магазине В любом рынке в цветочных рядах Оно, конечно, разрастется И наши листочки образуют настоящую зеленую стеночку Обязательно применяем увлажнитель воздуха Сейчас их разных видов, дизайнов Этот, например, сенсорный И мало того, что с тремя скоростями Он еще арома То есть специально к нему прилагаются Два флакона ароматизаторами И в помещении, где эти цветы И стоит этот увлажнитель Исходит очень приятный воздух Многие наши подписчики Жалуются, что при опрыскивании Мокнет стена Портятся обои Так вот Чтобы во время опрыскивания Ваша стена не портилась Приклейте Не наклей Она двухсторонний скотч Почему? Когда вы вдруг решите убрать То двухсторонний скотч Не повредит вашу стену Не оставит следа Приклейте фольгу Сейчас их рулонами продают Я использовала фольгу алюминиевую Для пищевых продуктов Помимо защиты вашей стены Фольга дает дополнительное освещение Задней части наших растений Вы, наверное, обратили внимание На этот багет с орудием Причем тут цветы И картина Скольта Помните, здесь на ум приходит Фильм При участии Сильвестра Солония Стой, мама будет стрелять Так вот Я назвала это Стой, вредитель Буду стрелять На этом разрешите закончить Свой краткий обзор моих растений Если возникли вопросы ко мне То я с удовольствием отвечу На моем канале Флора Вуман Не только я У нас есть очень много специалистов Которые с удовольствием Объяснят, покажут Проведут мастер-класс Пусть ваш дом будет наполнен теплом Светом и прекрасной весной А наша телепередача Ландшафт УЗ подходит к концу Мы надеемся, что вы с пользой Провели это время И увидимся с вами Ровно через неделю Хотя нет Хотим напомнить вам Что на телеканале Дуньё Бойляб Есть повторы Наших телепередач И другой Не менее интересный И полезный контент Следите за анонсами Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok